Гельфия Медикатова, привет, дорогой человек. Давно тебя не видел. Хочу быстрее выйти, чтобы ты к нам на работу быстрее возвращалась. Сильная женщина, грамотный специалист. Втезиатор Гельфия Крестина возглавляет военный госпиталь Беловодский ЛНР. Ранее она работала в Ульяновском противотуберкулезном диспансере, и Гельфия до сих пор числится в этом учреждении. Решение подписать контракт с Минобороны было твердым. Гельфию вдохновил ее брат, который отправился защищать родину. 14 мая мой брат подписал контракт в 2023 году. После того, как он подписал контракт, когда я его проводила, естественно, большой проблемой было, чтобы его обезопасить, взять поближе к себе. В связи с тем, что я знала, что женщину на передовую не отправят. И 14 июня я подписала контракт и ушла на СО. Был формирующийся медицинский батальон. Там мы формировали в течение трех месяцев. Но, к сожалению, брат у меня в августе месяце, 28 августа, пошел на боевую задачу подработанную. И на сегодняшний день считается без вести попавшей. Но есть информация, что он у меня принят. Гельфия приехала в отпуск после 10 месяцев работы в зоне СВО. Первым делом она навестила родных и отправилась к коллегам. В диспансере докторы приняли тепло. Гельфия признается, часто она скучает по размеренным будням на гражданке. Но о своем решении связать жизнь с военной медициной не жалеет. Вообще жизнь полностью изменилась в плане жизненных позиций, в плане приоритета, когда раньше было в основном все было, как бы бежали, как и все бегут, наверное, за деньгами. На сегодняшний день деньги для меня ничего не значат абсолютно. Я знаю цену жизни, знаю, что каждый военнослужащий, который поступает ко мне в госпиталь, который проходит через меня, он проходит как мой брат. Естественно, это слишком-слишком тяжело. Главный врач диспансера всегда на связи с командированными медицинскими работниками. Также коллектив регулярно отправляет гуманитарную помощь сослуживцам. Гельфия медихатумной мы зимой отправляли это и термобелье, это были и фонарики, это и термокружки, это были и лекарственные препараты, это были и перевязочные материалы. То есть все запросы, которые она делала, пытались ее исполнить. То есть для медсестры мы отправляли там и генераторы. Гельфия планирует вернуться в диспансер этим летом, но на днях она вновь отправится за ленточку. В военном госпитале еще много работы. Заждались бойцы и коллеги. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.